Уважаемые родители, мы рады встрече с вами. И сегодня она посвящена одной из актуальных тем последних шести месяцев. Это теме новой коронавирусной инфекции, которая, как оказалось, коснулась и детей. И сегодня, когда мы провожаем наших детей в школу, мы должны понимать, что есть меры предосторожности от этой инфекции. И есть вопросы, на которые должны уметь отвечать не только врачи, но и вы должны быть с ними ознакомлены и выполнять все те рекомендации, которые мы вам дадим, отвечая на ваши вопросы. Есть мнение, что дети болеют реже и переносят коронавирусную инфекцию легче, как ОРВИ или как-то бессимптомно. Тогда почему надо бояться? Переболеют и приобретут иммунитет? Мы говорим не о том, что надо бояться или не надо бояться. Нужно четко понимать, что один и тот же вирус может вызывать у разных детей совершенно разные клинические формы и очень сильно отличаться по степени тяжести. У одних детей действительно эта инфекция протекает вообще без всяких симптомов, а у других, особенно если мы говорим о детях с какой-либо хронической патологией, например, диабетом или даже просто ожирением, метаболическим синдромом, у таких детей эта инфекция может вызывать тяжелые случаи. В ряде случаев инфекция может протекать осложненно и требовать даже госпитализации. Большинство детей переносят эту инфекцию очень легко, действительно, в виде так называемой простуды, но даже в такой форме они могут быть источником инфекции для окружающих. Поэтому даже если ребенок болеет легко, мы вынуждены его изолировать от общества на определенное время для того, чтобы он не заразил других. Могут ли дети тяжело болеть? В какой форме это проявляется? На что надо обращать внимание? Уважаемые родители, несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция у детей в большинстве случаев протекает легко или бессимптомно. Это нам известно из опыта иностранных ученых и из нашего собственного опыта наблюдения за детьми в Российской Федерации. Почти 90 процентов переносят эту инфекцию легко. Встречаются все-таки тяжелые формы. Этим эта инфекция опасна, что мы иногда видим развитие этой тяжелой формы не только в остром периоде, когда ребенок только заболел. У него насморк, кашель, температура, он вялый, слабый, он не ест и так далее. Это признаки общей инфекции. Но и когда у него случаются осложнения и утяжеляется его состояние, когда лихорадка очень высокая, несколько дней, когда ребенок становится совершенно вялым, у него кашель, отдышка, он не может дышать, то есть у него может развиться тяжелейшая пневмония. И мы видели случаи, когда она занимала почти 70 процентов легких, то есть поражения бывают очень выраженные. А также нас в последнее время очень напрягает еще одно осложнение. Это осложнение, которое связано с аутоиммунным поражением сердечной сосудистой системы и других систем, которые называются в медицине мультисистемный, кавасаки-подобный синдром, от которого в мире умирают дети. Мы умеем его распознавать, мы лечим, но первые признаки утяжеления должны, конечно, видеть вы. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, какая температура у вашего ребенка, как он дышит, кашляет ли он, появляется ли у него какая-нибудь сыпь на теле, на ладонях, конъюнктивит и другие поражения слизистых. И тут же обращайтесь к врачам, потому что это самые тяжелые варианты течения коронавирусной инфекции могут стоить ребенку жизни. И это все зависит от вас. Что можно предпринять профилактически перед школой, чтобы не заболеть? К сожалению, на сегодняшний день не существует волшебной таблетки, пилюли или сиропа, которые бы могли профилактировать и полностью исключить заражение какой-то респираторной инфекции или новой коронавирусной инфекции в частности. Поэтому основные мероприятия по профилактике, они основываются на гигиенических навыках. Это прежде всего мытье рук, это ношение масок там, где это необходимо, если необходимо пользоваться санитайзерами, ну и самое главное, необходимо помнить о том, что распространению новой коронавирусной инфекции способствует активный контакт с источником инфекции. Поэтому в том случае, если у ребенка наблюдаются симптомы острого инфекционного заболевания, например, температура, насморк, кашель либо что-то иное, то ребенка необходимо оставить дома, потому что при тесном общении в коллективе передача коронавирусной инфекции будет распространяться достаточно быстро. Также необходимо помнить о том, что в осенний, зимний и весенний сезон, помимо новой коронавирусной инфекции, опасность представляют и другие респираторные инфекции. В случае инфицирования несколькими вирусами, естественно, шанс более тяжелого течения заболевания более высок. Поэтому в качестве дополнительных и эффективных мер профилактики рекомендуется проведение вакцинации против гриппа и против пневмококковой инфекции, как одного из основных возбудителей пневмонии. Можно ли распознать по первым симптомам новую коронавирусную инфекцию у ребенка? Существует ряд симптомов, которые действительно больше характерны именно для коронавируса. Так, у детей одним из самых частых симптомов является повышение температуры и кашель. Однако не стоит забывать, что, например, наличие насморка абсолютно не исключает возможность болеть коронавирусной инфекцией. Также у детей чуть реже, чем у взрослых, но тоже встречаются нарушения обоняния и вкуса. Но в любом случае любой воспалительный процесс в носа или рота глотки должен сопровождаться дополнительной диагностикой, которую проводят уже врачи, определяя коронавирусные инфекции это или любые другие воспалительные заболевания. Передаётся ли COVID-19 через третьих лиц – брат, сестра? Этот вопрос такой, он, с одной стороны, простой, с другой стороны, непростой. Что такое третье лицо? Если это третье лицо при контакте с первым лицом или со вторым не заразилось и не имеет никаких клинических симптомов заболевания, то, конечно, такой ребенок, брат, сестра не опасны. Но мы никогда не можем при бессимптомной форме сказать, является ли этот ребенок после контакта носителем. Поэтому здесь не о третьем лице мы говорим, а о том, что с любым контактным ребенком, даже с бессимптомной формой, но с носителем коронавирусной инфекции, может передаваться. При всех ли ОРВИ нужно проходить обследование на коронавирусную инфекцию и сдавать мазки? При любом воспалительном заболевании у ребенка должна производиться диагностика. И в этом эпидемическом сезоне диагностика также должна быть проведена на коронавирусную инфекцию нового типа. Если у ребенка определяют в мазке износа и ротоглотки коронавирус, а симптомов никаких нет, сколько дней его нужно изолировать и не пускать в школу? Когда брать мазок повторно? ПЦР-исследование, а именно мазок износа или ротоглотки, это основной метод, который позволяет нам понять, выделяет человек вирус или нет. Выделение вируса происходит при любой форме инфекции, как протекающей симптомами, так и бессимптомной. В том случае, если у ребенка нет никаких симптомов, но мазок оказался положительным, то это значит, что ребенок переносит бессимптомную форму. Длительность наблюдения и изоляции ребенка, да и взрослого человека, основывается именно на мазках. На сегодняшний день мы основываемся на результатах ПЦР-исследования для того, чтобы определить, заразен человек или нет, независимо от симптомов. Необходимо сделать два мазка с интервалом не менее одного дня. Если они оказываются отрицательными, то в таком случае изоляции человек не требует. Можно ли сделать ребенку анализ крови для определения антител к коронавирусу? Если определены антитела класса иммуноглобулина М, это хорошо или плохо? Ребенок болеет или нет? В любом случае активная коронавирусная инфекция выявляется по полимеразно-цепной реакции, то есть мазок из носа и ротоглотки. Антитела, они диагностируются дополнительно и говорят о том, что у ребенка был контакт с этой инфекцией. Но достоверно сказать, когда именно был контакт и насколько ребенок заразен или нет, можно определить только, еще раз повторю, по специфическому мазку. Антитела в организме ребенка вырабатываются в ответ на инфекцию спустя определенное время. Первые – это ранние антитела или иммуноглобулины класса М. Они начинают синтезироваться примерно через неделю от начала инфекции. А если мы говорим про антитела иммуноглобулины класса G, то они могут возникать после второй-третьей недели. Таким образом, иммуноглобулины класса М могут выявляться у человека, который еще болен, и поэтому это требует дополнительного мазка из ротоглотки. А иммуноглобулины класса G, как правило, говорят о том, что человек переболел и у него сформировался определенный иммунитет. Когда в крови ребенка обнаруживаются антитела, ничего страшного в этом нет. В большинстве случаев это говорит о том, что болезнь уже была перенесена, и в некоторых случаях она протекла бессимптомно. Поэтому наличие антител – это нехорошо и неплохо. Это факт того, что у ребенка состоялся контакт с этим вирусом. Кто проводит диспансеризацию и реабилитацию детей, перенесших COVID-19? Куда и когда обращаться? Это очень важный вопрос, который тоже должны знать не только медики, но и родители, потому что дети, которые лечились в стационаре со средне-тяжелыми и тяжелыми формами, или которые наблюдались и лечились в амбулаторных условиях с легкими формами и бессимптомными формами, несомненно, должны далее проходить диспансерное наблюдение в амбулаторных условиях, в поликлинике. И это диспансерное наблюдение обеспечивают врачи-педиатры. По приказу 704 Департамента здравоохранения города Москвы, который предписывает наблюдение детей с легкой бессимптомной формой или средне-тяжелой формой без пневмонии в течение трех месяцев. Если ребенок перенес тяжелую форму или критическую форму, то он наблюдается 6 месяцев. При этом, конечно, врач-педиатр назначает ему определенные анализы, определенные обследования, консультации специалистов, пульмонолога, кардиолога и так далее. Вся эта система работает на то, чтобы своевременно выявлять осложнения, своевременно выявлять исходы этого заболевания. Конечно, мы надеемся чаще всего на выздоровление, что, собственно, и наблюдаем, но есть и осложнения, которые особенно со стороны сердца и бронхолегочной системы, которые надо вместе с вами вовремя выявлять. И реабилитация. В Москве организован реабилитационный центр на базе Центрального научно-исследовательского института психоневрологии, куда направляются дети с теми или иными проблемами после перенесенной коронавирусной инфекции, где им предписывается определенный реабилитационный курс в зависимости от той патологии, которая у ребенка выявляется. И участковые педиатры тоже знают, как и куда направляются эти больные. Пожалуйста, держите контакт со своим участковым педиатром и наблюдайтесь, и проходите диспансеризацию и реабилитацию.